Вот что, сон-то должен храм, осветить храм. Без ценных советов не обойтись. Творчеством пожилая пара занимается вместе. Она рисует, он критикует. Совместный быт Чита обустраивает вот уже 7 лет. Когда устали жить в одиночку, обратились к свахе. Возраст такой, что на углу просто стоять не будешь, кого-то выбирать. Или даже в каких-то таких местах скопления людей очень трудно найти себе пару в таком возрасте. После нескольких разговоров телефонных я ему отказывала. Роковая встреча все-таки случилась. И после они ни на день не расставались. Он приехал, внимательно на меня посмотрел. И даже как-то, ах, какая женщина. Он старался вовсю мне понравиться. Но я вижу, что-то у него плохо получалось. Жених оказался с подвохом. Врачи диагностировали у Николая Николаевича доброкачественную опухоль. Он быстро переехал, привез какие-то вещички сюда. Начали жить. И я ему сразу сказала, будем жить и бороться. Заболевание только сплотило пенсионеров. В течение пяти месяцев день начинался не с чашечки чая, а с духовных практик, которыми Ольга Комиссарова занимается уже 27 лет. Старые больные клетки. Старые больные клетки. Я вывожу из организма. Вывожу из организма напрочь. Наконец он пошел сдавать анализы. Анализы были отличные. Даже сверхотличные. Методика исцеления Николай Николаевич мечтает поделиться и с другими заболевшими. Уже написал книгу. И сподвигла его к этому тоже любовь. Я искал человека, который по душе мне будет. Самое главное, чтобы взаимоотношения были такие. Искал любовь. Нашли? Ну, я считаю, что нашел. А вот официально зарегистрировать УЗУ любви пенсионеры не спешат. Рассказывают, что их и так все устраивает. А прогулки такие. Рассказывают, что их и так все устраивает.